Добро пожаловать домой, друзья! Мы продолжаем играть в Prey. Меня зовут Шустро. Здравствуйте. Что нас ждет сегодня? И начнем мы с туалета. В туалете найти скомпанную бумажку. Как неэстетично. Здесь не будет никаких мимикрий. Ладно. Что это? Мыло! Мыло, лежащее на полу. Ну все, игра года. Записка. Билл, если вы ранены или больны, то можете взять выходной. В противном случае вам положено 70 минут тренировок в неделю. Минимум код от спортзала, если вы не забыли. Но фитнес-центр мы уже как бы знаем. Инъектор. Кто-то здесь очень сильно вмазался, да? Странно, что в туалете никого нет. Ну, в плане, знаете, там труппака не лежит какого-нибудь. Так, значит, у нас есть фитнес-центр, но там есть люди, и это плохо. И у нас есть, ну, собственно, жилой комплекс. Откроешься? Откроешься! Тихо. Жилая капсула для экипажа. Что это? Полтурги есть. Ага. Это наше такое сделали в лаборатории. Так. Нормально. Шесть. Шесть остается после тебя. Так, там разгерметизация, я поняла. Так, ну до этого полтергерста мы не встречали полтергерста. Короче, вот этого хрени мы не встречали. Шкафчики пустые. Ага, а вы жили, типа, как в общаке такой, да, скажем так? Для шокера патроны, которые я пока не пользовала. Записка. Андерс, привезли твой посыл, который лежит в отделе регистрации. Если меня не будет, вот код. 6019, никому не расскажу и ты не говори. Хорошо. Почтовое отделение доступно нам. О, что-то приуныло. Транскриптор. Офицер Фоллс. Малия. У меня важная просьба. Деликатного толка. Хочу спросить, можно ли поручить вам наблюдение? Э, да, сэр, конечно. Но я не могу выполнить просьбу такого рода без указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора. Малия, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гольегас. Куда она ходит? Распорядок дня. Посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Хорошо. Отправьте мне отчет в конце недели. Да, сэр. Желтые тюльпаны, приходите на наш праздник в честь успеха Трансстар. Речь, выступление экипажа, вторая секция. Мы здесь уже были. Решила проведать вас, Скай. Это просто похмелье от нейромода. У меня странное чувство. Даже не верится, что вы поставили мод ради шоу в тюльпане. Вы шутите? Я всегда хотела на чем-нибудь играть, но у меня не было времени. Это... Словно я вижу ноты в голове. Словно я занималась этим с 7 лет. Кстати, вы же будете на сцене со мной? Только чтобы поймать вас, если вы грохнетесь в обморок. При условии, что вы не позволите мне дать в морду Алексу. Собирая голоса, поискать образцы голоса Даниэля в шоу-капсуле Скай. Желая секция. Поиск образцов голоса обработан на 80%. Мам, привет! С тех пор, как ты уехала, мне снятся плохие сны. Доктор Престон говорит, что нужно нарисовать их, и тогда они прекратятся. Надеюсь, тебе понравится мой рисунок. Возвращай скорее, я тебя люблю. Я очень люблю тебя. Корр. Оу. Естьница фантома. Уу. Прикольно. Бетонный. Ноусмокинг. Ноусмокинг, так ноусмокинг. Так, в общем-то, и все здесь, да? Подожди. Да, дальше ничего нет. С этой стороны нет. Надо еще пройти в экипаж, экипаж А. В другую сторону. Полтергейст, это забавно, на самом деле. Я, наверное, все-таки возьму дробовик. Хорошо, мы тут многое сделали, поэтому я соиванусь. Так, это у нас кабинет Лоренцо, да? Мы здесь были. Здесь мы везде были. Значит, мы не умеем в кабинет Абигилфой. Это да. Так. Хорошо. Здесь мы были в первый раз. Все. Значит, теперь надо пройтись в сторону. В сторону. А, вот сюда мы не пойдем, потому что там еще есть человек. Каюта экипажа А. Нет пропуска к каюте Джады Маркс. Сара Элазар. Проскорбно. А вот до сюда мы можем попасть. Внимание! Не успела. Я его нашла позже, чем он меня. Бывает. Да и стрелять начала с дробовика, с довольно-таки далекого расстояния. Почти в упор подходить. У нас осталось две обоймы. Так, хорошо. Давай сначала тогда здесь тебя кокнем постараемся, по крайней мере. Давай мы сначала тебя прочекаем. Так, что теперь мы можем взять? Мы можем взять, например, кипс-пушку? Серьезно? Ау, давай. Меня закоротило, ёпт твою мать. Так. Меня опять закоротило. Всё. Не очень, не очень вышло хорошо. Ой-ой-ой, как-то много людей. Ой, как-то много людей. Это очень плохо. О, кожурка. Ой-ой-ой. Наши мы пришли. Не могу остановиться. Не очень хочется мне их трогать. Блин, да плохо, что вы сюда идёте. Оно хочет тебя убить. Уходи. Чё-то у меня вообще не получается их трогать. Блин, как они... Как они выживают после дробовика? Или это пси-волна? Подожди. Не хочу трогать людей. Это живые люди. Мне там досталось-то. Она хочет тебя убить. Нет! Что ты делаешь? Не приближайся! Беги! Бегу, бегу! Бежала. Сейчас в утилизаторе всё сбагрю. Я же не думаю, что они за мной погонятся. Так, что у меня лишнее? Вот это лишнее. Вот это лишнее. Вот это. Вот это. Минералы, минералы, минералы. Мне нужно больше патронов. Так, ну еду я быстро съем. Наверное, даже что-то сейчас сожру, потому что... Опа, у меня уже эти не стакаются уже по десятке. Да, я думаю, даже... Всё, еду больше нет. А что, есть? Есть большое количество алкоголя. Перебухать-то тоже неохота. Так. Сходить всё-таки назад. А что я получила? Что я могу... Я получила... Да ни шиша я не получила. Ещё 80% ещё, по идее, рано идти назад. Так, давай сайванёмся. Ты меня не заставишь. Ты меня не заставишь! Так. Не шуми. Медицинский отсек. Замечательно. Просроченная плазма крови. Здесь никого нет. Хорошо. Чертёж антирадина. Это мы знаем. Аптечка. Очень хорошо. Запрос нового оператора. Он мне сейчас не очень нужен, правда? Ну... Он же будет тут летать. Медоператор там старт. Класса пирамида 490. Так, отлично. Открыли ещё одну комнату. Сейчас я быстренько сбагаю. Всё, мне нужно. Так, что мне ещё? Мне, кстати, вот эти дротики ещё не нужны. Так, хорошо. Если что, мы знаем, что у нас здесь есть... Новый... Новый. Ну, вообще, короче, оператор. Подожди, а были ли мы там? Мы туда пока не можем пройти, кстати говоря. Это плохо. А если я во что-нибудь вселюсь? Я вселюсь здесь. Но я, по-моему, просто форму приму. Не более того. В бар мне не надо. Мне, в принципе, никуда не надо. Где у нас? Ребятки. Ходят. О! У меня есть гравлифт. Почему? А, потому что 6. 7, 9, 2. Кстати, а что это ты тут делаешь? Там, это куда? Апартаменты директоров. Забавно. Технопад. Технопад. Хочу тебе узнать, кто ты такой. Вообще, что-то не очень понятно. На ремонт ушла вечность, но дверь шлюза в Дендраре наконец-то работает. Думаю, кто-то влез там в электронные схемы. Когда я открыл панель управления, она выглядела так, будто кто-то прошелся по ней паяльником. Замкнуло все, что только... Все, что... Все, что... Замкнул все, что мог. И добавил то, чего там быть не должно. Программа тоже сбилась. Пришлось все стереть, установить заново. Нужно вызвать инженера и оператора, чтобы он почистил хвосты. Я отправила в рапорт службы безопасности. У нас тут там пополно сломавшийся рухляди. То есть это то, что меня, в принципе, ждет, да? Моя койота? Забавно. А, погодь. Ну, в моей каюте-то должно быть все, что мне угодно. Марионетка, агенты и индивидуальность. Отрывок из книги Картера. Биллинг, кляк об эмуляторах и синтетическом разуме. Верховному суду предстоит вынести вердикт по ключевому вопросу. Может ли эмулированная личность действовать по доверенности? Последнее время искусственные помощники получили широкое распространение от программ ассистентов в наручных часах до умных домашних систем, которые напоминают вам, куда вы положили свои ключи. Удобная, кстати, функция. Но благодаря недавним успехам в области создания гибридической техники, а также прорывам в канон... Вы поняли. ...способности создавать карты нейронов головного мозга, наши цифровые двойники проникли и в юриспруденцию. Недавно миллиардер Рок Уоллес выдал доверенность не одному из своих родственников, а роботу своей копией по имени Ренсом. Ренсом эмулирует ход рассуждения мистера Уоллсера, его интересы и даже некоторые особенности его поведения, в такой степени, что отличить его от мистера Уоллеса невозможно, по крайней мере, по телефону. Привычной встречи принять Ренсом из-за человека невозможно. Ренсом красив, но его тело, очевидно, сделано из керамики и углерода. Стоит ли говорить о том, что семья мистера Уоллсера совсем не обрадовалась подобному решению, особенно тем, что Рэмси распоряжается завещанием мистера Уоллсера? Забавно. Вот это прикольно. Яблочко. Ну что, у меня так мало всего покушать есть? Очень-очень странно. И все, больше ничего на кухне нет. О парадоксе Ферме. Отрывок из книги доктора Роберта Джеймса III о существовании внеземного разума. Подумайте, в галактике миллиарды таких же звезд, как наше Солнце, и многие из них гораздо старше. У некоторых из них есть похожие на Землю планеты, а некоторые из них планет, возможно, возникла разумная жизнь, некоторые из них разумные существа, возможно, изобрели межзвездные перелеты. Если какая-то цивилизация возникла раньше нашей, то кажется возможным, что даже с предполагаемой скоростью межзвездных перелетов они могли колонизировать всю галактику. Однако мы все еще обнаружили ни одной такой цивилизации и не установили с ними контакт. Почему? Ну, какая-то скучная каюта. Нур-волна. Чертежные аэромоды. Там уже известно запчасти. Что это у нас такое? Увеличивает вашу защиту от физического урона. Замечательно. Два аэромода. Так, и побольше хлама, да? Побольше хлама, много хлама. Сломанный вентилятор. Записи воспоминаний. Кальвина, коллега, не замечает ничего странного. Эдетическая память. Погружен в работу. Идеальное здоровье. Без больничных. Новая запись. Шоу. Даниэла. Директор IT-отдела. Не любит тебя. Еще больше не любит Алекса. Надо узнать, почему. Памятка. Исследовать. Повар Митчелл. И взлом эмоций операторов. Дайо Игве. Нанят Алексом. Дешево обошелся из-за его спорных взглядов на психические явления. Один из лучших ученых на станции. Интроверт. Знает про опыты. Верен Алексу. Верит, что твой брат и Тифоны спасут его карьеру. Екатерина Ильюшина. Главный инженер. Не разговаривает с тобой. Были недолгие отношения. Ты прервала их, когда начались опыты. Она уверена, что ты это делала, узнав про ее заболевание. Парапраксию. Удобное заблуждение. Порвать отношения было разумно. Не так больно. Мы с биянкой? Это все, да? Так, у нас есть нейромоды. Можем ли мы сейчас что-нибудь сделать? Подъемное поле. Нет, ну сначала мне нужно как бы дальше в телепатию уйти. Вот. Вот в это мне нужно. Так. Получить двухсвязь. Так. Куда мне это поставить? Живые враги сражаются в вашей стороне в течение 20 секунд. Кроме того, люди выходят из-под контроля Тифонов. Так. Это что же делается с зажатой ПКМ, да? Нет цели. Все, хорошо. Там кто-то есть, кстати говоря. А, ну там есть эта херовато. Ладненько. Давай сохранимся. Немножечко. А, нет, ничего не потратила. Так. Кто у нас здесь? У нас нет пропуска в апартаменты Алекс и Ю. Здорово! Я тут это немножко потупила. Целостность костюма нарушена. Забыла, что? Включи. Отключи! Так. Что ты мне скажешь? Служебная записка. Отрывок из внутреннего документа отдела продаж и маркетинга Транстар. Автор Питер Лейн. Вряд ли нужно беспокоиться о подобных эффектах. Насколько мне известно, вся операция до небольшого уровня глаза. Угу, это мы читали. То есть, вообще все. То есть, больше тут ничего нет. Терили. Прямо вот так вот скучненько? Вообще-вообще скучненько? Нет пропуска. Ну, сюда именно пропуск нужен. Ничто иначе. Ну, очень плохо видно. Ну, пойдем попробуем, как мы можем освободить этих людей. Так, нам нужно установить контакт с целью. Так, во-первых, мне нужно подлечиться. Так, сохранится. Ничто. А! Без сознания. Но она, жива. Фитнес-центр. Так, один умер. Но не по моей вине, да? Чё-то я не очень понимаю, как ты работаешь. Попотаешь. Всё, залепила. Так. Здесь вы почему-то умерли сами уже. Нет моей вины. Интересно, а телепата? Это не разозлит? Раздевалка. Ну, всё, в каждом шкафчике будет хоть что-нибудь. Это прям будет побег. В раздевалке кто-то хранит бухришка. Ну, почти все, смотри. Я надеюсь, что я всё правильно делаю. Они все хотя бы без сознания. Хотя бы живо. Да, в раздевалке самое равно хранить оружие. Так, хорошо. С раздевалкой вроде как закончили, да? Не знаю, может быть здесь есть какие-нибудь секреточки? Есть наверх, а есть вниз. Погнали. А, вот и телепат. Я не знаю, что ты мне открыл. Доступен новый псионный навык. Давай, сохранимся. Телепат с злом разумом, я смотрю. Вау. Тихо, спокойно, спокойно. Почему я его взломала, прикинь? Я взломала в телепата, и ещё я человека убила. О, а там их снова. Семь патронов. Ну, а если с этой? Семь патронов. Они охотятся на тебя. Они у них остановятся. Кто-то приближается. О, голова. Нет. Так. О! А! О, прикол. Да бегу, бегу. Господи, что делать-то? Какие у вас там звуки интересные. Сейчас восстановлю. Так, это последний. Останется только он. Так. Так. Медель и солнце. Его нет. Целостность, естественно, нарушена. Look. это было очень сложно теперь мой костюм вообще ни хрена не делает в тебе нет ничего нужного мы не допустим все по нулям надо возвращаться обратно и крафтится потому что иначе я не знаю что делать так люди люди сложены кучку с вами вы в порядке это не я это я не буду не буду этого делать ты не на этот раз я записываю вы тоже эмма все в порядке даниэла с нами она прикроет нас если что она согласилась мы договорились мне тоже пришлось кое на что согласиться так не дали то я до сюда да тут тоже странно мне кажется там по любому что то есть ну ладно может не только кажется тихо 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 все там есть технические помещения тихо 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 и она где-то посередине льет ну конечно что там интересно я же сохранялась кто знает нет конечно же меня ударила боль больно очень что я могу что я ничего не могу мне надо идти крафтится я ничего нет я пустая нейромод очень хорошо йога с использованием нейромодов руководство для начинающих отрывок из брошюры о йоге с нейромодами м и бити йога отличный способ привыкнуть к новым способностям для тех кто установил комплект физических нейромодов она не только обогатит ваш внутренний мир но и обеспечит вашу безопасность чтобы вы не смогли нанести вред себе и окружающим асана копьё это поза хорошее начало для проверки ваших новых талантов она считает силу и баланс ее выполнение начинается обычной стойки на кистях и заканчивается когда вы стоите на перед перевернутой позе а вес вашего тела удерживается на три пальца правой руки хренаси хренаси осан о файла дайте комет охотиться переместить файл ну это по-моему то что мы уже знаем ничего ничего нового она нам не даст новый код апартаменты директоров эмма так это кабинет савина морган из вам очень признательно код апартаментов директоров 6792 а вот это от гравилифта это неинтересно охота за сокровищами бежим 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 так ну и все да так ну ладно светосцентром допустим закончили я бы еще вообще вернулась самое начало так мы получили то что нам не нужно было получать мы получили бы мы вот это апартаменты директоров да это мы и так умеем это мы и так знаем пойдем-ка мы наверное назад да ну кстати вот идти вообще домой очень если только через шлюз короче херануть на талос 1 вот так вот я не уверен дома мне нужен по крайней мере фабрикатор это пока допустим можно еще сходить все-таки на талос 1 там есть человек которого можно но вы поняли то есть в медотеке там был человек которого можно спасти но то что он без сознания считается ли что он жив ну допустим считается он синий до живой а тот человек который умер случайно все получается я кого-то убила неосознанно сама того не хотя до тебя посмотрим здесь по любому все возродились у меня нет вообще никаких патронов это надо как-то поставил все я как бы могу но не очень хочу все-таки я бы хотела пойти на талос 1 чтобы там есть и инженеры метам и костюм поправит и все мне там поправит там здесь только здесь только так хакнуться ну что все лица даже кто-то и что мне с тобой делать я без патронов как бы это серьезно какой в жопу каш кошмар две минуты что это аж что значит кошмар две минуты нечем тебя даже убить алё возвращаться сейчас вообще не вариант да ты ведь по кто-нибудь помнит где шлюз я помню только как отсюда выйти как и сюда попала вообще не вообще ничего не защищает абсолютно не кроме ключа гипса и гаечного ключа мне вообще решение топлива хамуха на вас охотится кошмар спасибо я в курсе да 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 главный лифт еба хамуха туретки на вас охотится кошмар задание в чем прожить две минуты убежать от него да не короче ладно забыли все что я хотела сделать надо идти короче а как я пойду против телепата а ну если только я его ломану не знаю надо думать ладно спасибо друзья что были со мной в этой серии и пострадаем следующий с вами была шустра увидимся пока пока